Пока одни живут без воды, другие страдают от последствий, которые принесла ее разрушительная сила. За период весеннего паводка в Наринмаре было подтоплено 159 придомовых участков и 11 домов. Три из 29 заявлений граждан на оказание материальной помощи были удовлетворены городской комиссией, остальные остаются на рассмотрении. Сегодня жители собственными силами восстанавливают постройки, приводят в порядок придомовые территории и не перестают ждать хоть какой-нибудь помощи от властей. До этой палки дошла полностью, в коридоре у меня также была вода. Баня, сарай и вся придомовая территория Ольги Куркиной оказались затоплены. Вода дошла до черного пола и выше, до белого оставались считанные 5 сантиметров, рассказывает жительница. Больше всего пострадала баня, полы перебирали в прошлом году, в этом придется делать все заново. Стиральная машина пришла в негодность, в сарае тоже жуткое зрелище. В углу мертвым грузом стоит почти новенький велосипед, большая вода перевернула все вверх дном. Конечно, потихоньку, собственными силами и средствами владельцы восстанавливают хозяйство, но помощь городских властей не стала бы лишней. Материалы хотя бы какие-то, ну вот дома разбирают, ради бога, привезите доски, мы как-то в порядок сами приведем. Материалы, они вообще этим не занимаются, а материальную, что, скорее всего, ответ отрицательный. Но ответа никакого нет. Хотя Ольга Куркина предоставила в комиссию все документы на материальную помощь еще 2 июня, а ее представители приходили с проверкой в середине месяца, ответ она ждет до сих пор. Такая же ситуация и у соседа. Паводок унес забор и теплицу, все пришлось восстанавливать. Если бы противопаводковые работы провели раньше, таких последствий удалось бы избежать, говорят жители. Ведь подсыпку песка начали делать в последний момент, когда вода уже вовсю подступала к поселку. Во время наводнения это ничего не помогает, только отмывка денег или как, отмывка песка, как говорили. Потому что все равно его смоют или разнесут. Надо как-то капитально все сделать, подходить к этому вопросу. Может быть какие-то насаждения ставить, чтобы вот это укреплялась земля, не размывала так каждый год. Вопрос о качественной, а главное заранее проведенной подготовке к наводнению, жители поселка Сахалин поднимают уже не один десяток лет. Но и в этом году власти города не предпринимают никаких действий. Здесь у нас бывали чиновники всех уровней, начиная от мэра и кончая клерками простыми. Показывали, мы рассказывали все, но вот два месяца лета прошло, пока сдвигов никаких. Сегодня старосты всех микрорайонов направили свои предложения по противопаводковым мероприятиям в мэрию города. Предложения наши были в администрации поданы. Те места проема, где размыло водой, засыпать. Засыпать и обязательно сделать переезды через дамбы. Также было в администрации озвучено, и мы предложения унесли. После отсыпки дамб, садить деревья, хотя бы и его. Засыпать проемы, сделать переезды и посадить для укрепления Иву – нетрудная работа. Но все упирается в то, что нет ни нормальных земляных подсыпок, ни валов. Поселку, как и всему городу, в целом нужны берегоукрепительные сооружения. Одним махом многолетнюю проблему могла бы решить дамба. Надежное гидротехническое сооружение, которое исключило бы риск затопления. О необходимости такого сооружения говорят и представители власти. 24 июня в городе Наринмаре наконец-то принято изменение в новый генеральный план, в котором предусмотрено строительство дамб вокруг города Наринмара. В генеральный план внесли, но чтобы построить дамбу, необходимы серьезные инженерные изыскания, разработка проекта и внесение его в окружные программы. А главное – необходимое финансирование. В связи с этим говорить о каких-то сроках строительства сегодня не приходится. Впрочем, в администрации города уже готовят заявки на включение в бюджет следующего года сумм для подготовки и ликвидации посредствий паводка. Так что пока жителям подтопляемых территорий остается уповать на то, что природа не принесет подобных сюрпризов в ближайшие годы.